Человек труда. Именно о таких людях, которые отдают себя целиком и полностью своему делу, мы рассказываем каждую пятницу в рамках одноименной рубрики. Сегодня Человек труда Галина Сергеева. Незадолго до международного женского праздника, 8 марта, мой коллега Андрей Чуклин встретился с медицинской сестрой педиатрии поликлиники Заболярного района. Ремесло медицинской сестры с давних времен считается делом благородным и необходимым обществу. Да, они не делают операции, не проводят сложных диагностических процедур, не исследуют причины заболеваний, но они первыми в трудных ситуациях спешат к пострадавшим, чтобы оказать помощь, перевязать, утешить немощных. А во время войн и вооруженных противостояний их трудовым героизмом были спасены миллионы людей. Один факт того, что во время Великой Отечественной войны на полях сражений наравне с бойцами делали свое дело 500 тысяч фельдшеров, медсестер и санитаров, уже говорит об их неоценимом вкладе в победу. Современная медицинская сестра пусть и не выносит раненых с полей сражений, но тем не менее и в мирное время их труд востребован, необходим и очень ценен для общества. Я вообще-то хотела стать воспитателем в детский сад, мне очень нравится работа с детьми. Но семейные обстоятельства пододвинули планы об учебе на воспитателя. По совету хорошей знакомой она пошла работать в поликлинику. У меня на участке была патронажная медсестра Салуянова Ольга Вениаминовна, вот и она меня пригласила сюда в поликлинику работать в регистратуру. А через год при местном педучилище открыли отделение Архангельского медучилища по подготовке медицинских сестер. И Галина Михайловна, ничуть не сомневаясь, окончила его. И вот с 1992 года она трудится на одном из участков поликлиники Заполярного района поселка Искателей. И с годами нагрузка только возрастает. Во-первых, это входит в обязанности патронажи, приемы, все направления. Но самое, наверное, тяжелое – это патронажи, потому что участок большой, разбросан. И в летнее время проще, а в зимнее время, конечно, потяжелее ходить по поселку. По словам Галины, особой привязанности к профессии она не чувствовала. Единственное, что тогда было определяющим – работа с детьми. Но с годами, чем больше она погружалась в премудрости этого ремесла, чем больше узнавала людей, тем более проникалась и к этому делу, которое исполняла. Главное для нее – быть полезным людям и на совесть исполнять свои обязанности. Я пришла в 92-м году. У меня уже сейчас, на данный момент, вот те дети, которые были маленькими, им было по году, до года, сейчас они уже мамы. Сейчас я уже хожу к их детям. Поэтому, ну как, конечно, любовь есть. Каждого ребенка знаешь на участке, каждую мамочку знаешь. Поэтому, наверное, любовь-то, конечно, есть. И тут, конечно, не обойтись без определенных человеческих качеств. Ведь кроме профессиональных обязанностей, медицинская сестра, а тем более работающая с детьми, просто не может не откликаться душой и сердцем на проблемы людей, понимать их состояние в той или иной ситуации. Я думаю, что здесь больше, наверное, надо выдержки, доброты, наверное. Потому что, ну, люди ведь разные, да, и каждый приходит со своим характером. А особенно, если болеют дети, да, мамочки переживают все, они нервничают. Поэтому надо к каждому иметь свой подход. И, конечно, работа особенно осложняется, когда кто-то из коллег увольняется, а на смену никто не приходит. Тогда на оставшихся падает дополнительная нагрузка. И людей получается в два раза больше на участке, да. И вот, допустим, сегодня. Мамочки ругаются, потому что это… Или раньше они пришли у нас по талону, вовремя прошли и ушли спокойно. А так не получается сейчас. Но стараемся так все равно всех принять. Никогда никому ни в чем не отказываем. А кроме того, помимо педиатрии, порой, когда не хватает медсестер по другим направлениям медицинского обслуживания, приходится идти и работать на другом участке с другой специализацией. Если не хватает у нас специалистов, бывает, что ты работаешь и с лором, и с хирургом. Я первое время очень долго работала с невропатологом. Ильина у нас работала, вот мы с ней долго работали. Поэтому наша профессия не только, если ты сидишь на участке на педиатрическом, то больше никуда нет, везде. Буквально полчаса, побыв в кабинете педиатрии, непривычный к детскому плачу и крику человек начинает чувствовать некоторый дискомфорт. А каково это почти каждый день на протяжении многих лет испытывать свои нервы на прочность? Это каждый день. Но в четверг особенно, потому что у нас идут прививки. И поэтому здесь уже погромче кричат и побольше маленьких детей. Если в такие дни у нас дети разновозрастные, то в День здорового ребенка у нас только маленькие дети. А еще работа в передвижных медицинских отрядах. Поездки по населенным пунктам округа по программе «Красного чума» медицинского обслуживания оленеводов. И все это за относительно небольшую зарплату. И отчасти поэтому приток молодежи на эту работу является проблематичным. Хотя, по словам Галины Сергеевны, дело небезнадежно. Есть девушки, желающие связать свою трудовую деятельность с медициной. И здесь ведь, как говорится в материальном плане, кто хочет заработать, тот найдет способ это сделать. Если у человека есть желание, они же могут и подрабатывать. Я же говорю, что не только на своем участке, они могут подрабатывать и на других участках. И платные у нас услуги есть. Поэтому, в общем-то, стационары на дому у нас сейчас тоже введены в практику уже третий год. То есть, вот эти детки, которые маленькие, болеют, а в отделении мамочки не все хотят. Допустим, у нее трое маленьких детей. Один ребенок заболел, мы должны его положить в больницу. А двое, куда остальных она-то денет. Поэтому сделали стационар на дому. Поэтому мы с врачом каждый день ходим, смотрим, назначаем лечение. И следим, чтобы все выполнялось. Еще 10 лет назад медики в провинции только мечтали, что новые технологии придут и к ним. И вот они пришли. Многие процессы стали компьютизированы. И оказалось, что не все с этими новыми технологиями так уж однозначно. Новшество-то, конечно, это хорошо. Но меньше обращаешь внимание уже на больных. Потому что в основном ты сидишь в компьютере. Поэтому одна сторона-то легче, а другая сторона, ну как бы себя сказать, не сильно оправдывает. Ну хочется больше внимания, чтобы больные получали. И, конечно, Галина Сергеевна отлично помнит первую и главную заповедь всех медицинских работников, которой должен следовать любой, кто работает или только собирается, связать свою жизнь с врачеванием людей. Самое главное – это не навредить. Ну, естественно, доброта спасет мир.